МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это «Прямая линия». Здравствуйте. В нашей студии председатель Комитета Республики Коми по тарифам Анна Тернина. Добрый вечер, Анна Борисовна. Здравствуйте. Опросы жителей к нашему эфиру направила общественная приемная главы Коми, а также Центр управления регионом. Пишите и вы нам в сообщениях под трансляцией в сообществе Республика Коми в группе телеканала Юрген Цура ВКонтакте. Также оставляйте вопросы в телеграмм. Номер на экране. Анна Борисовна, по данным опросов Центра управления регионом, одна из наиболее значимых проблем для жителей Республики – высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так считают более 70% из числа опрошенных. Какие меры принимаются в Республике для снижения тарифов для населения? Да, действительно, проблема роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, она актуальна для наших граждан. И в Республике Коми вопросом роста тарифов уделяется большое внимание. Ежегодно комитетом Республики Коми по поручению главы Республики Коми подготавливается закон о льготных тарифах, в том числе для населения. И в этом году у нас также планируется введение льготных тарифов, в том числе на тепловую энергию, услуги водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Поэтому все тарифы на коммунальные услуги для граждан вырастут в пределах установленных размеров предельных индексов роста палаты граждан. Продолжим тему. Председатель Сысольской районной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Владимировна Сажина направила к эфиру видео-вопрос. С июля этого года ожидается очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Уточните, пожалуйста, на сколько процентов и на какие виды услуг повышаются тарифы? Спасибо большое. Да, действительно, с 1 июля мы в Республике Коми ожидаем рост тарифов на коммунальные услуги, и он составит следующие размеры. Электрическая энергия у нас увеличится порядка 9%. Я говорю сейчас о приростах. Тепловая энергия у нас увеличится на 13,5%. Это причем я называю максимальную величину роста. Для отдельных потребителей роста тарифов на тепловую энергию у нас не будет, потому что тарифы на тепловую энергию будут заморожены для тех граждан, у которых тарифы выше средних, соответственно, и будут сохранены на прежнем уровне. На услуги водоснабжения и водоотведения мы также ожидаем рост до 13,5%. На услуги газоснабжения рост у нас ожидается в пределах 11%. Услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами у нас вырастут на 3% с небольшим. Ну и твердое топливо. Также мы ожидаем, что рост тарифов на твердое топливо не превысит 13,5% в зависимости от видов топлива, степени его разделки, а также способа доставки. Где тарифы заморожены примерно, можно сейчас сказать? Да, действительно, это очень важный вопрос. У нас тарифы замораживаются в основном для сельских населенных пунктов, где тариф у нас составляет свыше 3 тысяч рублей. И, соответственно, чтобы мы в республике Коми обеспечивали равные условия для наших граждан, такие меры у нас в республике Коми принимаются уже с 2019 года. Это тариф на теплоэнергию? Это тариф исключительно на тепловую энергию, потому что в структуре расходов граждан, учитывая нашу северную специфику региона, расходы на тепловую энергию занимают достаточно большой удельный вес. Изменится ли плата жителей Инты за коммунальные услуги, отопление и горячее водоснабжение при переходе Интинской ТЭЦ на газ? Вопрос от жительницы Инты Валентины. Да, у нас на территории Инты действительно реализуется масштабный проект по переходу Интинской ТЭЦ на газ. Мы производили оценку прогнозного роста тарифов в случае перехода на газ. И здесь я хотела бы обратить внимание, что даже после перехода на газ цены тарифа на тепловую энергию для жителей Инты не изменятся. Сейчас я объясню, почему. Дело в том, что у нас на территории Инты в отношении Интинской ТЭЦ установлен годный тариф на тепловую энергию. И этой организации у нас, это у нас Интинская ТЭЦ, значит, у нас компенсируются выпадающие доходы из республиканского бюджета порядка 400 миллионов рублей. При, соответственно, переводе на газ у нас снизится сумма выпадающих доходов, либо просто она у нас обнулится, что тоже может произойти. Поэтому, конечно же, рост тарифов на тепловую энергию будет в рамках тех параметров, которые у нас утверждаются на федеральном уровне. И вот с ними, значит, мы и будем жить. Вопрос из социальных сетей передали специалисты Центра управления регионом. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с чем связано такое резкое повышение стоимости подключения электроэнергии? В 2022 году было 550 рублей, сейчас за 1 киловатт 6 тысяч рублей. Да, действительно, такое повышение льготной платы за технологическое присоединение у нас произошло. И это не полномочия, скажем так, органа тарифного регулирования, это не инициатива республики. Были внесены существенные изменения в действующее федеральное законодательство. Были определены параметры, в пределах которых регионы должны были установить плату за подключение льготную. В республике Коми на 2024 год эта плата составила 6 тысяч рублей льготная. Я сейчас не говорю о льготных категориях потребителей. Это инвалиды, ветераны, участники боевых действий, многодетные семьи, для которых плата за льготно-технологическое присоединение осталась порядка тысяч рублей с небольшим. Поэтому действительно 6 тысяч рублей у нас была введена плата для определенных категорий потребителей. Но я бы хотела здесь обратить внимание, если сравнивать этот размер платы с другими субъектами Российской Федерации по северо-западному округу, то мы увидим, что плата, которая была установлена в республике Коми, она не является самой большой. Для примера, например, в Кировской области эта плата составила 6 тысяч 800 рублей, ну и в других субъектах Российской Федерации, которые граничат с нами, тоже она выше. То есть это средняя? Да, мы, учитывая, что максимальная граница составляет 11 тысяч рублей за киловатт-час, то мы пошли по пути, что где-то это такая серединка предусмотренных параметров. В связи с чем повысится тариф на электроэнергию в республике на 9%, спрашивает Геннадий, пенсионер из Ухты? Да, действительно, тариф на электрическую энергию у нас увеличится на 8,9%. Необходимость увеличения тарифов на электрическую энергию, она обусловлена инфляционными процессами в стране, которые происходят. Это и рост заработной платы, рост стоимости с топлива, необходимость включения ремонтных затрат, ну и многие-многие-многие другие параметры, которые участвуют при формировании тарифов. Но здесь я бы хотела обратить внимание, на уровне правительства Российской Федерации ежегодно устанавливаются предельные размеры тарифов на электрическую энергию. Предельная минимальная и максимальная величина. Так вот, на уровне Республики Коми тарифы на электрическую энергию устанавливаются на уровне указанных предельных параметров для региона. Есть минимальная и максимальная планка. Мы всегда в Республике Коми идем по минимальной границе. То есть 9% это минимальная у нас? Да, у нас получается, да. Каким образом рассчитывается тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для садоводческих некоммерческих товариществ Эжвинского района? Спрашивает жительница Эжвы Людмила. Вот не совсем непонятен вопрос, но я думаю, скорее всего, здесь Людмила имела в виду не сам факт вывоза твердых коммунальных отходов, а, наверное, и даже не сам тариф, поскольку у нас тариф установлен в одинаковом размере для группы потребителей населения, а садоводческие общества у нас приравнены к населению. Скорее всего, здесь имелась речь о размере платы граждан, которую начисляют за услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Значит, у нас существует несколько способов начисления платы за твердые коммунальные отходы. Это исходя из нормативов потребления коммунальных услуг или исходя из количества и объема контейнеров. И мы в основном садоводческим обществом всегда рекомендуем устанавливать контейнерную площадку, оборудовать ее, включить в реестр контейнерных площадок и начислять плату за услугу в сфере обращения ТКО, исходя из количества и объемов вывезенных контейнеров. Кроме того, я бы хотела здесь обратить внимание, что если граждане в летний период времени не проживают, допустим, в садоводческих обществах, они могут подтвердить свое отсутствие определенными документами, например, справкой от председателя СНТ, и, соответственно, получить перерасчет за услугу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Как повысится в 2024 году тарифы на электроэнергию для жителей сельской местности? Если сейчас тариф для однофазного счетчика составляет 4 рубля 3 копейки за киловатт в час, сколько будет после повышения вопроса, направил Михаил Александрович, пенсионер из картки РОСА? Да, значит, что касается тарифов на электрическую энергию для сельской местности, то рост их составит ровно такую же величину, как и для несельской местности. И это связано с тем, что мы, в принципе, применяем понижающий коэффициент к утвержденным тарифам на электрическую энергию для населения в максимально возможном размере, это 0,7, и сельские жители у нас, соответственно, платят за электрическую энергию с максимально возможным коэффициентом 0,7. Соответственно, тариф на электрическую энергию составит порядка 4 рублей, 36-38 копеек, где-то вот в этом диапазоне. То есть повышается также на 9 процентов? Да, да. Алгоритм немножечко другой. Тариф на электрическую энергию умножается 0,7, и получается тариф на электрическую энергию для сельской местности. Он же у нас также и применяется в отношении граждан, у которых установлены электроплиты. Как производится расчет за электроэнергию в садоводческих некоммерческих товариществах? И рассматривается ли вопрос льготной тарификации для людей, которые постоянно проживают на территории СНТ и имеют индивидуальный прибор электроучета? Спрашивает Ирина, пенсионер из Сыктывкара. Ну, здесь, на что хотела бы я обратить внимание Ирины. Значит, у нас на сегодняшний день установлены единые тарифы для группы потребителей населения. То есть независимо от того, где проживает гражданин, проживает он в садоводческом обществе, либо он проживает в многоквартирном доме, у нас тарифы применяются для населения. Единственный вопрос, что если гражданин проживает в СНТ, соответственно, он имеет право применять и договор заключенную энергосбытовой компанией с СНТ, он имеет право на применение понижающего кафе Центра 0,7. И, соответственно, здесь у нас граждане уравнены в правах, значит, с теми, кто проживает в многоквартирных домах. Единственный вопрос здесь у нас возникает в отношении того, как распределяются общие расходы, связанные с содержанием имущественного комплекса, который это садоводческое общество обслуживает. И мы в этом году сталкивались с такими проблемами, что многие председатели садоводческих обществ применяют неутвержденные тарифы, которые отражены в наших приказах, а включают в них дополнительные расходы, связанные с содержанием вот такого имущества на территории СНТ. Чтобы избежать вот этой ситуации, граждане могут посмотреть утвержденные нами тарифы в приказах и в случае обнаружения факта, что тариф не соответствует утвержденным комитетам, обратиться в комитет для принятия соответствующих мер реагирования. И мы в данном случае, если тариф не будет соответствовать, такие меры принимаем. У нас практика уже сложилась здесь. Единственное, что мы хотели бы здесь посоветовать гражданам, если, соответственно, это имущество является бесхозяйным, то его в соответствии с нормами действующего законодательства на сегодняшний день можно передать сетевой организации на обслуживание и в дальнейшем уже в собственность. Такие процессы тоже организованы на территории Республики Коми. У сетевых компаний у нас есть пакеты документов, которые требуются для заполнения и дальнейшего урегулирования этой ситуации. Поэтому, если такая потребность возникнет, мы можем проконсультировать все наши садоводческие общества по решению данных вопросов. Куда обращаться, куда звонить? В комитет Республики Коми по тарифам. Можно звонить в приемную. Соответственно, все вопросы мы постараемся здесь урегулировать. Специалисты Центра управления регионом Республики Коми в социальных сетях регулярно фиксируют вопросы жителей по формированию тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. К примеру, спрашивает Сыктывкарец, почему собственникам начисляется плата за вывоз мусора в кубах, а на полигоне фиксируют в тоннах? Еще вопрос. У меня две квартиры, почему за вывоз мусора я должна платить дважды? Ведь накапливаю мусор, я одна, не пить, не есть. Я не стала в два раза больше от того, что есть две квартиры. И следующий вопрос. Почему за каждого жильца берут плату за мусор? Неужели выносим шесть пакетов мусора? Анна Борисовна, как в Республике формируется тарифное законодательство в этой сфере? У нас здесь на самом деле в обращении подняты вопросы не только связаны с тарифами, но и с нормативами. Поэтому давайте поэтапно все их разберем. Первый вопрос. Почему у нас тарифы устанавливаются, не тарифы, а нормативы устанавливаются на человека, а не на квадратный метр? В соответствии с нормами действующего законодательства действительно предусмотрены два варианта. И на квадратный метр, и соответственно на человека. Мы, когда анализировали эту ситуацию, смотрели плотность населения, смотрели заселенность нашего жилищного фонда, пришли к выводу, что, конечно же, наиболее обоснованным с точки зрения несения затрат является начисление платы за человека. Почему? Потому что мусорят на самом деле не квадратные метры, а мусорят у нас непосредственно человек. И мы, значит, видели такую ситуацию, когда у нас на большой площади достаточно, особенно это характерно для сельских населенных пунктов, проживая там по одному человеку, а если бы тариф определялся исходя из квадратных метров, то сами понимаете, какая бы плата сложилась. Поэтому, конечно же, здесь я считаю, что подход был принят обоснованный, и вот норматив у нас установлен не на квадратный метр, а на человека. Теперь ко второй части этого вопроса, почему начисляется в каждом помещении. Ну, на самом деле вопрос достаточно тонкий, такую тонкую грань имеет, в чем здесь специфика. Дело в том, что действительно некоторые наши граждане имеют несколько жилых помещений в собственности, и по каждому такому помещению происходит начисление. Значит, там, где, соответственно, нет прописанных граждан, начисляется по собственникам, и вот граждане говорят, что они одновременно не могут находиться в двух помещениях, но есть факты, когда такие помещения сдаются, и там на самом деле проживает не один человек, а целая семья. И, конечно же, здесь вот такой подход начисления, хотя бы исходя из собственника, он, мы считаем, является правомерным, обоснованным. Более того, действующим законодательством предусмотрено, если гражданин предоставит документы, подтверждающие, допустим, неиспользование этого помещения, или какие-то иные документы. Но, как правило, практика показывает, что вот такие помещения в основном у нас даются. И у нас в регионе вот на начало старта реформ действительно не начислялась плата, но последствия стали начислять в соответствии с постановлением правительства 354-м, исходя из норм действующего законодательства на собственника. А какие-то документы, которые можно предоставить, подтверждающие, что жильем этим не пользуешься? Ну, я приведу вот такие, скажем, примеры, более обоснованные с точки зрения применения тарифов и нормативов на твердые коммунальные отходы, именно формирование платы. Предположим, проживает семья, в семье проживает четверо человек, а, например, студент, он проживает в другом городе, где находится на обучении. И, соответственно, если родители предоставляют справку об обучении студента по очной форме обучения, здесь может быть сделан перерасчет. Аналогичная ситуация может быть сделана, если семья выехала в отпуск, и, соответственно, будут представлены документы, значит, о нахождении семьи в отпуске за определенный период времени. И тогда здесь тоже граждане имеют право обратиться за перерасчетом. Сообщение из соцсети от Галины Старцевой. Здравствуйте, тариф на отопление в Усть-Вымском районе очень высокий. Раньше это объяснялось наличием котельной на угле в ряде поселений района, повышением затрат на доставку топлива. Это студенец, межок, вожская. Сейчас, когда котельные перевели на газ, почему не пересчитали тариф? На данный момент весь город перерыт, открыты теплотрассы, топим улицу. Тариф 2,800. Ну, здесь действительно, как мы уже говорили, тарифы на тепловую энергию в сельских населенных пунктах, они выше, чем в городе. И здесь есть у нас объективные обстоятельства вот для такой ситуации. Чем характеризуются у нас сельские активы? Это маломощные котельные, удаленные достаточно друг от друга, большое транспортное плечо, маленький полезный отпуск, поэтому, конечно же, в сельской местности тариф выше, чем в городе. Но если сравнивать Усть-Вымский район с другими сельскими территориями, например, это у нас Усть-Куломский район или Карткировский, то тариф в Усть-Выме в сравнении с другими сельскими районами, он не является самым высоким. Но если же, допустим, мы будем проводить параллель с Княжпагодским районом, ну, конечно, он повыше, потому что и объем потребления, и структура фондов, которые используются при производстве тепловой энергии, она совершенно иная. И я бы хотела еще отметить, что у нас в Усть-Вымском районе инвестиционная программа, которая реализуется за счет тарифов, включена в прибыль порядка 30 миллионов рублей. Но, тем не менее, мы для Усть-Вымского района устанавливаем льготные тарифы, и тарифы для населения там существенно ниже соседних. Ниже, чем в других районах? Сельских, да, городских. Понятно. Сейчас мы перейдемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Это «Прямая линия». Мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Вячеслав Владимирович, предприниматель из Скайгородского района, спрашивает, почему такой высокий тариф за вывоз твердых коммунальных отходов для индивидуальных предпринимателей? Ну, вопрос у нас, скорее всего, здесь тоже у индивидуальных предпринимателей стоит не в самом тарифе, а, скорее всего, в объеме, который начисляет региональный оператор. Здесь хотела бы обратить внимание, что в соответствии с 505, опять же, мы можем начислять плату за твердые коммунальные отходы, исходя из объема и количества вывезенных отходов, либо исходя из нормативов потребления твердых коммунальных отходов, нормативов накопления. Мы в 2022 году проводили работу, и в 2023 году мы пересмотрели некоторые нормативы накопления твердых коммунальных отходов. У нас существенно уменьшились нормативы для оптово-розничной торговли именно в части непроизводственных помещений, складских помещений. Поэтому здесь надо смотреть наиболее оптимальный порядок начисления платы за твердые коммунальные отходы. В принципе, если потребитель не может урегулировать взаимоотношения с региональным оператором, мы готовы здесь подключиться и оказать помощь, и урегулировать сложившуюся ситуацию. Потому что, как я уже сказала, тариф у нас не растет существенным образом. У нас рост тарифа на ТКО, он у нас единый для населения и прочих потребителей, составит порядка чуть больше 3% на 2024 год, со второго полугодия, с июля. Да, и я хотела бы еще вернуться. Мы до конца не разобрали обращение гражданина в области твердых коммунальных отходов, когда нам задали вопрос о том, что, значит, почему же у нас начисление происходит, исходя из кубов, а, соответственно, они килограмм. Действительно, вот такая методологическая, скажем, методологическая разница у нас есть. И здесь я объясню, в чем суть. Дело в том, что тариф регионального оператора действительно устанавливается на кубический метр. А по факту, действительно, мусор можно было бы измерить в тоннах. И вот сейчас те замеры, которые мы проводим, планируется установление для населения нормативов не только в кубах, но и с переводом, соответственно, в килограммы. Мы будем измерять не только объем, но взвешивать этот объем на весах и сформируем, соответственно, необходимую величину для предъявления граждан. Но на сегодняшний день, чтобы избежать вот этой ситуации, мы в регулируемые тарифы включаем, действительно, мусоровод, когда ведет мусор на объекты захоронения, там он взвешивается. И регулируемые тарифы затраты операторов включаются, исходя из веса, который у нас определен в территориальной схеме. Потом у нас все корректируется на фактические величины. Поэтому вот таким образом на сегодняшний день организована работа. Кроме того, в схеме обращения с твердыми коммунальными отходами у нас предусматриваются коэффициенты перевода. Поэтому вот ситуация сейчас урегулируется таким образом. Светлана, индивидуальный предприниматель из Ухты, спрашивает, планируется ли повышение тарифов на вывоз ТКО с июля 2024 года. И насколько повысится, если да, то почему? Ну вот только что мы ответили. Это 3 с небольшим процента. 3,3. Поэтому причины роста такие же, как и в других коммунальных услугах. Прежде всего, это заработная плата. У нас рост МРОТа с 1 января 2024 года. У нас индексируется базовая статья затрат. Это предусмотрена методикой. Это изменение объемных показателей. И по совокупности факторов вот такой рост у нас сложился. Но это несущественно повлияет на конечную сумму? Ну, у нас, да, тариф растет несущественно. Как я уже отметила, это порядка 3%. Планируется ли установление отдельного пониженного тарифа на общедомовые нужды? Ирина Николаевна, пенсионер из Ижмы. Скорее всего, тут тоже Ирина Николаевна, наверное, имела в виду, что достаточно высокие расходы на общедомовые нужды. Вот здесь надо разбираться, почему они высокие. Возможно, граждане не подают либо показания приборов учета по своим квартирам. Хотя у нас, если говорить об электрической энергии, у нас практически 100%. Возможно, речь идет об общежитиях, где они просто не установлены, нет технической возможности. Но тариф на электрическую энергию у нас, независимо от места его потребления для граждан, то есть в местах общего пользования, либо в жилом помещении, он у нас установлен на одинаковом уровне. Поэтому, конечно же, не планируется у нас снижение тарифа. И здесь необходимо именно организовать работу по снижению объемов потребления в местах общего пользования. Слышали, что 13 мая ООО СГСНА прекратит поставку газа в Ударский район. В районе газифицированы многоквартирные дома. В Косване 5, в Усогорске 13. Дома снабжаются сжиженным газом через групповые резервуарные установки. И если жители, использующие газ в баллонах, смогут купить их по коммерческой цене, а не по льготной, то жители многоквартирных домов будут лишены такой возможности. Правомерно ли то, что организация СГСНА прекратит обеспечивать газом население? И как решается вопрос по недопущению отключения газа? Вопрос прислала Татьяна, жительница поселка Усогорск. По этой же теме вопрос поступил от жителей Кайгородского района. Если не будет поставок газа в баллонах в Кайгородский район, как жить будем без газа? Спрашивают сельчане. Ну, сегодня уже, слава богу, 14-е, да? У нас мая. 15-е. А, 15-е мая, да. Газ у нас в баллонах и изъемкостных резервуарных установок поставляется гражданам. Проблема урегулирована. Действительно, наша компания, поставщик на территории Республики Коми с жиженого газа уведомила муниципальное образование правительства Республики Коми о том, что собирается прекращать поставки газа. Были проведены переговоры с данной компанией. Были привлечены к решению данного вопроса КомиУФАС. Также служба строя желтехнодзора, органы прокуратуры, правительство Республики Коми. Сам глава лично держал эту тему на контроле. 6 мая нас из ГАСНАП уведомил о том, что поставки газа сжиженного прекращены, не будут. Поэтому мы надеемся, что те проблемные моменты, которые присутствовали в работе данной компании, в будущем не повторятся. И у нас все потребители будут обеспечены бесперебойными поставками жиженного газа. Но вместе с тем, вопросы привлечения альтернативных поставщиков, с учетом того, что в ультимативном порядке мы были извещены о подобных действиях, конечно, они будут прорабатываться в целях избежания в дальнейшем возникновения таких ситуаций. Правомерно ли то, что газовые баллоны жители Кайгородского района доставляют до дома владений самостоятельно? Газовая служба не оказывает услугу по доставке, сообщают пенсионеры Кайгородского района. Конечно же, неправомерно. У нас в соответствии с действующим законодательством утверждены тарифы на газ жиженный с учетом системы франкирования. То есть это с места промежуточного хранения, это с учетом доставки до потребителя. И гражданин имеет право выбрать, как ему удобно, чтобы был доставлен газ. Либо самостоятельно он приезжает, либо ему газовая служба должна доставить. Если отказы по доставке газа до места, указанного потребителем, имеют место, необходимо обращаться в КомиУФАС для возбуждения соответствующего дела за злоупотреблением и монопольным положением. В районах куда обращаться именно? В районах мы разместим эту информацию у нас на сайте и порекомендуем гражданам обращаться в КомиУФАС. Но чтобы это было удобнее гражданам, можно обращаться в Комитет Республики КомиУФАС по тарифам. Подобные обращения мы тогда саккумулируем. Если это не единичный характер носит, мы разберемся с этой ситуацией. Если же имеет место нарушение порядка ценообразования, то есть цены превышают установленные цены комитетом, то здесь это уже предмет проверки именно Комитета Республики КомиУФАС по тарифам. То есть мы тоже такие ситуации, если будут возникать, готовы урегулировать. Котельную села Карткировс переводят на природный газ. Изменится ли после этого тариф на центральное отопление? Елена Владимировна, работник бюджетной сферы. Да, действительно, котельную Карткировского района уже перевели на газ. Мы видим очень хорошую экономию, порядка 100 миллионов рублей на топливе. Но на что здесь я бы хотела обратить внимание. Вся та экономия, которая у нас была сформирована по данной котельной, она у нас была практически вся израсходована на иные статьи затрат. Наибольший, значит, удельный вес при этом у нас заняла статья «Заработная плата». Вы знаете, что у нас с 1 января 2024 года, как я уже сказала, был изменен минимальный размер оплаты труда. Соответственно, предприятие вышло на новый долгосрочный период и заработная плата работников была увеличена. То есть если в предыдущем тарифе зарплата у нас составляла порядка 36 тысяч рублей, то где-то может чуть больше в этом диапазоне. То есть, естественно, после повышения МРОТа эти параметры были пересмотрены. И вот эта экономия у нас была направлена на повышение фонда оплаты труда и отчисления от него, ну и другие инфляционные росты. Но размер выпадающих доходов все равно сохранился. То есть снижения не будет, Дарья? Нет. Ольга Петровна, пенсионер из Приузского района, спрашивает, почему в Приузе жители не могут купить твердое топливо по установленным в республике ценам? Если по дровам более-менее решаемая ситуация, то приобрести биотопливо, пилеты и брикеты по льготной цене не предоставляется возможным. Такая же ситуация с газом. Есть только коммерческая цена. Здесь на самом деле странная достаточно для меня вот эта ситуация. Почему? Потому что мы разговаривали с администрацией муниципального образования. У нас утверждены экономически обоснованные цены для поставщиков твердого топлива на территории Прилузского района. У нас их несколько. Это не один, не два, не три. Они занимаются поставками на сегодняшний день твердого топлива. Долготье. Обращение от граждан в наш адрес не поступало. Если гражданин выйдет на нас, я думаю, мы с администрацией Прилузского района эту ситуацию отработаем и ее урегулируем. Более того, я бы хотела обратить внимание, у нас сегодня есть заявка от Луза Лес на установку, значит, по-моему, цен на твердое топливо пилеты либо брикеты. Я вот сейчас не помню. Поэтому и этот вид твердого топлива будет поставляться на территории Прилузского района. То есть, если цена завышена, обращаться все-таки в комитет нужно? Да. Если граждане не могут приобрести твердое топливо по установленным ценам, которые, значит, на сегодняшний день составляют, там, СПО-Северной, по-моему, у нас в зоне, там, до двух тысяч с учетом разделки и доставки, то, конечно же, там, Южный район у нас, да, они там еще чуть дешевле, то, конечно, надо обращаться в комитет, мы эту ситуацию возьмем на контроль и его регулируем. Но, опять-таки, к нам таких сигналов не поступало. Вот в подтверждение специалисты Центра управления региона направляют нам сообщения из соцсетей, которые сообщают, что зачастую предельные льготные цены на дрова, установленные органами власти, фактически не отражают действительности. Для примера, сообщения, которые нам передали специалисты Центра управления регионом. На бумагах цены одни, но в реальности у поставщиков дров совсем другие. 22 марта заказала дрова, сказали 10 тысяч рублей за 5 кубов. Сегодня поинтересовалась у той же организации, когда привезут, и дрова стали уже по цене 11 500 рублей за те же 5 кубов. Значит, здесь что хочу... Как получить дрова по льготной цене, да. Значит, на что хочу обратить внимание. У нас на сайтах муниципальных образований, значит, вывешены реестры поставщиков твердого топлива. Порядок работы с этими поставщиками твердого топлива, он у нас уже работает достаточно длительный период времени, там, порядка двух лет. Поэтому, если гражданам необходимо приобрести твердое топливо, нет необходимости обращаться вот к таким поставщикам твердого топлива, минуя администрацию муниципального образования. Здесь можно порекомендовать обратиться в администрацию муниципального образования. У нас в администрациях муниципального образования есть эти реестры поставщиков. Коллеги порекомендуют надежного поставщика твердого топлива, которому установлены экономически обоснованные цены. И, соответственно, гражданин, получив справку-расчет, обращается к такому поставщику и получает твердое топливо по льготной цене. Возможно, здесь гражданин нашел в интернете или каким-то иным способом поставщика твердого топлива, и возникла такая ситуация. Мы организовали горячую линию, прием сообщений комитетом ведется, но готовы еще раз вернуться к этому вопросу, если действительно такая ситуация возникает. В Прилузский район возьмем на контроль. Андрей Иванович, пенсионер из Вильгарта, спрашивает, планируется ли снижение тарифа на отопление в Сыктывдинском районе. Несколько лет жители райцентра поднимали этот вопрос. В ответ были даны разъяснения, что тарифы в райцентре высокие в связи с имеющимися угольными и мазутными котельными. Сейчас все котельные переведены на газ. Да, действительно, по Сыктывдинскому району у нас проводится большая работа по переводу на газ котельных. Она еще не завершена. Цены тарифа на тепловую энергию у нас не являются по Сыктывдинскому району самыми высокими. Но, как я уже обращала ваше внимание, здесь нам снизить тариф удастся посредством перевода потребителей на газ. И, соответственно, оптимизация использования в существующих тепловых нагрузах. Насколько известно, планируется в Сыктывдине большая программа переселения. Мы полагаем, что здесь это приведет к определенным экономическим последствиям, в том числе в части снижения экономически обоснованного тарифа. Ну, а по 2024 году, по второму полугодию, поскольку тариф на тепловую энергию у нас выше 3000 рублей, тариф Сыктывдинской тепловой компании у нас будет заморожен. И я думаю, что здесь граждане именно Сыктывдинского района, они сравнивают просто свои тарифы с тарифами на тепловую энергию с городом, потому что непосредственно в близости находятся. Это, конечно же, наша задача – оптимизировать все эти процессы. Она идет, но не так быстро, поскольку очень много технических нюансов и правовых, поэтому работаем в этом направлении. К нашему эфиру Юлиана Тарабукина из Усть-Куломского района направила видео-вопрос. Здравствуйте, Анна Борисовна. Может ли потребитель коммунальных услуг потребовать у предприятий, оказывающих коммунальные услуги, сведения о расходах на производство услуг, включенных в тариф? Спасибо. Конечно же, потребитель может потребовать данную информацию у ресурсоснабжающей организации, но я бы предложила здесь воспользоваться несколько иным способом. Дело в том, что все плановые расходы, поскольку не уточнено в вопросе, какие расходы интересуют плановые либо фактические, то плановые расходы, которые утверждаются каждой ресурсоснабжающей организацией, они размещены на сайте Комитета Республики Коми по тарифам, они имеются в справочной информационной системе «Консультант Плюс», и все потребители могут посмотреть не только производственные программы, но и инвестиционные, и посмотреть структуру затрат интересующих их организаций. Что касается фактических затрат, то, соответственно, и фактические затраты у нас подлежат размещению, и потребители, если не знают или им необходимо эту информацию найти, могут нам обратиться, мы им укажем путь, где можно посмотреть эту информацию по интересующим регулируемым организациям. Ну, можно и запросить у самой ресурсоснабжающей организации. В системе ИАС они у нас еще подлежат размещению. Из Сысольского района и из Сыктывдинского района пришли два вопроса о том, насколько повысятся тарифы в их районах. То есть тут, скорее всего, тарифы, как и везде, повысятся, только вопрос в отоплении. Так? Да, Сысольский и Сыктывдинский районы, да, мы уже обсуждали, что тарифы повысятся, как везде. Ну, исключение составляет, у нас, как я уже говорила, максимальная величина роста это 13,5, это по индексу роста платы граждан. Ну, где-то они повысятся меньше, например, в Сыктывдине еще услуги оказывают Сыктывкарский водоканал, два вида услуги, какая-то услуга у нас растет на 13,5, какая-то на 9,5. В Сысольском районе тоже, значит, разные поставщики, Сысольская тепловая компания. Поэтому вот в пределах указанных диапазонов вырастут тарифы на коммунальные услуги. Электрика единая, значит, услуги в сфере обращения СТКО единый тариф у нас на территорию Республики Коми. Разница лишь у нас составляет в отоплении и, соответственно, услуга водоснабжения, водоотведения. Здесь, я бы, знаете, может быть, граждан с ориентированного, если есть такое волнение, что можно посмотреть, как вырастут тарифы на тепловую энергию. Здесь можно посмотреть приказ Комитета Республики Коми о льготных тарифах на тепловую энергию. Он у нас уже принят. И заключение составляют только новички, которые пронируются к вынесению на, значит, июньскую сессию, которые тарифы должны наступить с 1 июля. И, в принципе, это указ главы Республики Коми, который мы сейчас готовим, где будет, которым утверждаются предельные индексы роста платы в разрезе муниципальных образований Республики Коми. Вот там можно будет детально все росты в разрезе всех организаций и коммунальных услуг посмотреть. Это на сайте? Это можно будет в системе «Консультант Плюс». И также мы выложим его у нас на сайте Комитета. То есть по каждому району, где, сколько, какое повышение будет? Да, какое повышение будет, да. Анна Борисовна, спасибо вам за участие в программе и самую актуальную информацию. Вам спасибо, что пригласили. Через неделю, 22 мая, смотрите прямую линию главы Усть-Вымского района Галины Плецер. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова